Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланом. Смотрите в нашем выпуске. Реализация государственной и национальной политики в субъектах. В Черкесске стартовал обучающий семинар для представителей власти СКФО. Реализация нацпроекта здравоохранения в Карачаево-Черкесии, что планируют сделать в медицинских учреждениях городов и районов республики. Скоро три радиоканала ВГТРК будут слышать все жители республики. Об особенностях радиовещания ВГТРК в Карачаево-Черкесии в репортаже Вестей. Добро не стоит дорого. Компания «Фикс Прайс» в рамках благотворительной акции посадила деревья в доме для детей-сирот в микрорайоне Московский. Сегодня в республиканской столице состоялось открытие обучающего семинара «Реализация государственной и национальной политики» в субъектах Российской Федерации для специалистов региональных и муниципальных властей СКФО. В течение трех дней участники познакомятся с правовыми основами государственной и национальной политики и исследованиями в сфере межнациональных отношений. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Левшоков. Семинар будет способствовать повышению знаний и компетенций специалистов органов власти и представителей общественных организаций. Программа является частью проекта Федерального агентства по делам национальности России и МГУ имени Ломоносова. Именно умение правильно взаимодействовать органам государственной власти с общественными институтами является важнейшим для развития государства. Поэтому уверен, что этот семинар даст огромную пользу для ее участников, отмечают организаторы. Семинар в первую очередь даст практический результат. Это будет обмен опытом, обмен мнениями в части тех проблем, которые есть в Северокавказском федеральном округе. Приезжая в каждый регион, мы выделяем специфические особенности каждого субъекта, погружаемся в конкретные местные проблемы, коллеги, взаимодействия друг с другом, имеется в виду и ученые МГУ имени Ломоносова, и местные практики. От имени руководства республики всех участников семинара поприветствовал заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Дженнибек Суюнов. Он подчеркнул, что полученные знания необходимы всем работникам власти для взвешенной сбалансированной национальной политики, основанной на всестороннем знании истории и культуры народов России. Несомненно, содействие к повышению уровня компетенции государственных и муниципальных служащих является одной из важнейших задач гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, что подчеркивает важность и необходимость проведения таких мероприятий. Уверен, подобные мероприятия – это прекрасная возможность поделиться научным и практическим опытом по осуществлению региональной и муниципальной политики, направленной на укрепление межнационального мира в согласии с субъектах СКФО. Председатель Комиссии Общественной Палаты России по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений доктор поэтических наук Владимир Зорин в своем выступлении отметил, что такие площадки дают возможность познать различные модели работы межнациональной политики в регионах СКФО. Самое главное, что он проходит после нашего всенародного голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации. И там есть очень важная поправка, которая касается повышения роли института гражданского общества в выработке и реализации государственной политики. А применительно к нашему семинару – это этноконфессиональные отношения, это миграция. Занятия с ведущими учеными-экспертами будут проходить в течение трех дней. Али Халеб Шоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4575. Из них 4100 выздоровели госпитализировано 71 человек. До конца этого года все районы медучреждения оборудуют комнатами для комфортного пребывания матери и ребенка. В республике в рамках нацпроекта здравоохранения закупят оборудование для детских отделений всех районных больниц и детской многопрофильной больницы в Черкесске. О том, как поликлиники будут меняться, расскажет Али Баташев. Такой кабинет появился в медучреждении с 2018 года. Здесь можно не только покормить и переодеть ребенка, но и измерить его рост и вес, а также пройти звукореактивный тест, говорит медсестра. Каждый вторник и четверг медсестра Лидия Васильевна встречает маленьких пациентов и их мам. Дни здорового ребенка у нас в вторник и четверг, поэтому здесь много бывает мамочек с грудными детьми. Ребенку, когда нужно покормиться, значит, она может в наш кабинет обратиться. У нас здесь вот есть место специально для кормления. С 2018 года мы участвовали в проекте «Бережливая поликлиника». На базе Ставропольской медицинской академии были проучены пятеро врачей именно по проекту «Бережливая поликлиника». С этого года, с 2018 года у нас организовано отделение медицинской профилактики, куда входит и центр здоровья, и кабинет здорового детства, кабинет матери-ребенка, диспансерный кабинет. То есть это отделение занимается полностью профилактической работой. Крытая колясочная украшает вход в учреждение. Открытая регистратура. Очередей в этот день не было. Большинство посетителей поликлиники пришли по предварительной электронной записи. Удобно и очень экономит время. Лучше стало, потому что раньше записи, когда не было по времени, тогда все по живой очереди, это было очень сложно. Особенно, когда все приходят утром, когда кому-то на работу, кому-то в садик, и все пытаются успеть в одно время попасть. Тогда, конечно, было сложновато. А сейчас, когда уже встали время назначать, тогда уже легче. По комфортному пребыванию. Вы вот можете посмотреть, у нас везде установлены пристенные сидения. Ну, то есть, что возможно в наших условиях. Холлов у нас больших нет. А так, чтобы для ожидания, коридоры узкие достаточно, для ожидания врача, чтобы не стояли и так далее с детьми, можно посидеть. Телевизор у нас установлен на пятом этаже, на первом этаже. То есть, если ожидают, пожалуйста, можно посмотреть телевизор, там мультики и так далее, что для ребенка. В текущем году на развитие детского здравоохранения Республики в рамках нацпроекта здравоохранения выделено 44 миллиона рублей. Алибаташев Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В республике началась реконструкция самой высокогорной линии электропередачи Бечесын-Поляна, длиной почти 26 километров. Энергообъект проходит по территории Карачаевского и Малокарачаевского района, по плато Бечесын и Худесскому ущелью. Линия электропередач была введена в эксплуатацию более 40 лет назад и нуждалась в полной реконструкции. В ходе предстоящих работ существующие деревянные опоры будут заменены на металлические. Почти в два раза увеличат и сечение провода. Это позволит улучшить пропускную способность линий и повысит надежность энергоснабжения двух районов республики. Реконструкцию планируется провести в два этапа и полностью завершить через два года. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем возможны порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18 градусов. Днем 23-28. В горах ночью от 5 до 10 тепла. Днем плюс 14, плюс 19 градусов. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14. Ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 27. Продолжаем выпуск. В Черкесске состоялась встреча министра внутренних дел по республике Александра Милинченко с 24-мя выпускниками образовательных учреждений МВД России уроженцами Карачаева Черкесии. Руководитель ведомства приветствовал новоиспеченных сотрудников органов внутренних дел, отметив, что у них начинается ответственная серьезная работа. Со словами напутствия к приглашенным обратился председатель регионального совета ветеранов ОВД Юрий Тимрезов и призвал слушаться старших товарищей и своих начальников. Министр выразил уверенность, что знания, полученные за годы обучения, помогут молодым специалистам в дальнейшем достойно выполнять должностные обязанности. Большая часть выпускников является специалистами в оперативно-розыскной деятельности. В ближайшее время их ждет распределение в подразделения аппарата МВД по Карачаево-Черкесии и территориальные органы МВД России на районном уровне. Радио России, Вести, ФМ и Радиомаяк в ФМ-диапазоне. Уже осенью эти три популярные радиоканала ВГТРК будут слышать все жители республики. Сегодня в региональном филиале РТПЦ нам рассказали об особенностях радиовещания ГТРК Карачаева-Черкесии. О подробности у Али Баташева. Рост заболеваемости гриппом наблюдается каждый год примерно в одно и то же время. Как только в ноябре наступают холода, число больных в медучреждениях республики начинает постепенно расти. Главные новости республики, радио России ГТРК Карачаева-Черкесия, можно услышать в ФМ-диапазоне. Каждый день корреспонденты нашей телерадиокомпании работают над выпусками радионовостей на пяти основных языках народов республики. Сейчас подавляющее большинство радиослушателей республики могут уверенно принимать сигнал, транслируемый с радиотелевизионного передающего центра. У нас в этом году первым этапом переведено уже 13 объектов по Карачаево-Черкесской республике, где уже идет радиовещание в ФМ-диапазоне. В планах осенью этого же года в Черкесске запустить вещание двух радиоканалов в ГТРК – это «Маяк» и «Вести-ФМ». Тоже в ФМ-диапазоне уже смонтировано передающее оборудование. Осенью радиоканалы ГТРК Карачаева-Черкесия, радио России, а также «Маяк» и «Вести-ФМ» услышат не только жители Черкеска, но и радиослушатели 15 населенных пунктов республики, включая Архыз, Дамбай, Карачаевск, Хабес, Учкулан, Учкикен. Каналы входят в федеральный мультиплекс, поэтому никакой абонентной платы не предусмотрено. Новые радиовещательные передатчики уже протестированы сотрудниками учреждения и готовы к установке. Остается оформить необходимую документацию. Как только все эти дела завершатся, мы тут же включим передатчики. Даты пока не определяли? Осень этого года. Это все, к сожалению, уже не от нас зависит. Как документы будут оформлены, мы тут же их включим. Самое высокое архитектурное сооружение республики – это 150-метровая телебашня Черкеска. Именно отсюда проходит вещание мультиплекса. 20 общедоступных телеканалов. А осенью будут транслироваться радиоканалы «Радио России», «Вести-ФМ» и «Маяк» для жителей и гостей республики. Али Баташев, Али Бастанов, «Вести» Карачаева, Черкесия. В рамках всероссийской программы «Добрые дела» представители компании «Фикс Прайс» посетили республиканский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей микрорайона Московский. О значимости акции «Кому оказывают помощь» в ее рамках расскажет Альбина Ламкова. «Добро не стоит дорого» – это основной лозунг всех участников федеральной программы мероприятий, которые компания «Фикс Прайс» проводит с августа 2014 года на территории России. Ранние акции были направлены на помощь приютам для животных и социально незащищенным слоям населения. Затем на поддержку спорта и активного образа жизни. А в последние годы носит экологический характер. Для этого в детский дом привезли саженцы. В аллее высадили хвойные деревья, а в саду – плодовые. Нашей основной задачей было не только выявить потребности детского дома и оказать помощь в этом направлении, но и показать правильный пример детишкам. Ведь каждое высаженное дерево – это значимый вклад в экологию природы. Детям оказывается помощь именно в тех предметах, которые были обозначены самим детским домом. Также вместе с нами приехали юные волонтеры, которые очень воодушевлены своей работой. Участники проекта «Добрые дела» привезли и подарки для детей. Это предметы личной гигиены, средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, антисептики. А в преддверии нового учебного года ребята получат наборы школьных принадлежностей. Сейчас жители детского дома находятся на отдыхе в Донбайе. Поэтому подарки принял их представитель. Я думаю, по приезду наших детишек это будет большой сюрприз для них. Благоустроится клумб, песочница будет. Мы очень рады всегда видеть гостей у себя в детском доме. И детишки у нас тоже очень. Если бы были, были бы рады, помогали бы. Маски, перчатки и соблюдение дистанции стали обязательным инструментом во время проведения мероприятия. Но это никак не помешало успешному проведению акции. Юные помощники дружно установили забор вокруг палисадника. Побелили все деревья на территории детского дома. А для организации досуга детишка младшего возраста установили и наполнили игровой комплекс песочницей. Добро не стоит дорого. Присоединяйтесь. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов. Вести Карачаево-Черкесия. Сегодня день карачаевской лошади лучшей горной породы СНГ. Они отличаются выносливостью, отличным ходом в горной местности, пластичностью, смелостью, преданностью. Карачаевская порода лошадей единственная в мире, которая взошла на обе вершины горы Эльбрус. Сегодня делается многое для популяризации и восстановления породистых скакунов. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Осиное гнездо».